Начинаю, да? Сегодня мы просто узнаем все секреты. Становое, приседания и жим лежа. Нужно ли качаться девушкам до 18 лет с железом? Важно, чтобы вот эти две составляющие развивались вместе. Понятно, что в мире, да даже в нашем городе очень много людей, с кем ты можешь прожить классную жизнь. Да, можно сосуществовать и здесь, и здесь, и вместе. Техника настолько ужасная. Тренер бы туда пошел учиться, и его бы научили. Ты готова пахать, но с тобой не готова работать. Ну, это происходит, это уже хорошо. Спасибо, Флора, было очень интересно. Друзья, я рад приветствовать вас на нашем YouTube-канале. И у нас сегодня очередной выпуск дзюдо-подкаста. И сегодня в гостях мастер спорта международного класса, старший тренер сборной России среди девушек до 18 лет Флора Мхитарян. Здравствуйте. Флора, как дела? Дела отлично. Сегодня мы просто узнаем все секреты вообще, как попасть в сборную, как там остаться. И потом по завершению карьеры, как еще стать тренером. Да, я вам все расскажу. Ничего не утаю. Слушай, ты уже почти 10 лет работаешь тренером сборной. Но мы, наверное, начнем с того, как ты туда попала, как спортсмен. И хочется узнать. Ты попала туда, как спортсмен. Твое первое впечатление. И вот ты сейчас, будучи тренером, видишь девочек. Самые большие трудности вот именно в начале пути, когда ты попадаешь в сборную или попадаешь около сборной? Ну, то есть там 5-е, 6-е, 7-е, 8-е. Как бы я, как спортсмен, получается, прошла через все сборные. Я была и в юношеской команде, и в юниорской, и взрослой, и до 23-х лет. И первое впечатление, ну, все равно это очень волнительно. Ты чувствуешь и ответственность, и желание уже попасть в основной состав, поехать на первенство мира, на первенство Европы. И на данный момент я уже могу сравнить, как было раньше и как сейчас. Сейчас лучше? Сейчас, конечно, лучше. У нас все равно отличается и тренерский коллектив, и, в принципе, дзюдо уже другое. Первый раз я попала в состав команды в 2001 году. Сейчас у нас уже 21-й и 22-й год как бы различается, в принципе, и дзюдо, и подход к тренировкам. Сейчас у нас тренировки максимально информативные. Мы стараемся ребятам помочь, чтобы они уже в этом возрасте знали тонкости дзюдо. И всю работу основную мы даем на тренировках по захватам, по передвижениям, по работе в партере. Объясняем, какая должна у них быть борьба, чтобы соответствовать уже европейскому и мировому уровню. Потому что мы все равно каждый год в процессе, в поездках, на соревнованиях мы это все видим. Мы стараемся ребятам уже донести сейчас, чтобы они в дальнейшем переходили, когда будут переходить в Винью-Йоркскую, во взрослую команду, были готовы к этим нагрузкам. Но различия очень большие. Все равно сейчас мы работаем в команде из трех человек. Тогда на 32 человека был всего один тренер. Как бы ему было сложно донести какую-то информацию до всех спортсменов. А сейчас у нас есть такая возможность работать со всеми, помогать всем. И чтобы все были под нашим вниманием и до всех доходила информация. Вот у вас три тренера по возрасту, правильно я понимаю? Вот по девушкам до 18 лет. Кто принимает решение, какой будет тренировочный план? Вы собираетесь вместе, втроем? Или это идет откуда-то сверху? План нам идет сверху. ЭЦО дает план. Каждый возраст, в том числе и для нас, этот план мы получаем. И уже в процессе тренировок каждый вечер мы обсуждаем, какая работа будет на последующей тренировке, на следующий день, например. Вместе, втроем мы собираемся. Или если, например, мы с ребятами на сборах, то весь тренерский коллектив собирается и обсуждает, какая будет работа на следующий день. То есть все равно, ну, есть план, где там написано, вот тот и тот и должно быть, а более уже конкретно вы сами решаете, дозировать по нагрузке, как это все и делать. Если та же борьба уже прописана, то какая будет техническая работа, ну, она обозначена, но что в нее будет включено, конечно, мы обсуждаем уже с тренерами. Слушай, ты занималась кроссфитом сама? У тебя какой левел? Ну, именно тренерский левел у меня первый. Это круто, нет? Ну, это начальный уровень. Круто, это уже, наверное, второй и третий. Но ты должен поработать тренером, чтобы уже переходить на следующую ступень. Так как я работаю только тренером подзюдо, и кроссфит – это больше мое увлечение личное, я пока не продолжаю повышать левел, как бы и уровень знаний, наверное. Там больше, знаешь, как больше усложненные какие-то технические движения уже ты изучаешь, и как их преподносить и обучать спортсменов с самого как бы низкого уровня. Там очень интересно, все и сложно. Даже я бы сказала, что это обучение. Но интересно, если тебе вот эта именно тема нравится. Ты считаешь, что... Вообще такой сейчас вопрос будет, который, я думаю, вообще многих мучает. Первое. До 18 лет нужно качаться. Нужно ли качаться? Учитывая, что ты сейчас имеешь определенный левел кроссфита, у тебя все равно есть какое-то понимание. Я имею в виду с железом качаться именно. А второе. Нужно ли качаться девушкам до 18 лет с железом? Смотри, вообще, я считаю, что где-то, наверное, до 14 лет должна быть работа именно с собственным весом обязательно. Это различные подтягивания, отжимания, приседания. Уже можно в этом возрасте правильным приседанием обучить именно со своим весом. Если даже, там, ребенок сделает 100 приседаний правильных подряд, там, глубокий присед, там достаточно хорошо уже ножки нагрузятся, как бы, и, например, к 14-15 годам, именно работая собственным весом, он уже заложит такую, как бы, физическую основу свою подготовку, которая в дальнейшем уже при работе с железом, например, если он начнет работать с железом, там, в 15-16 лет, организм уже будет готов к этой нагрузке, как бы. И, естественно, если... Я считаю, это очень важно, не давать большие веса и вот в этом возрасте, там, за какими-то рекордами не играться. Я считаю, что это приемлемо где-то вот 16-17 лет начинать обучать именно технике сначала, технике. А потом уже 17-18 лет начинать уже, как бы, потихоньку добавлять какие-то веса и уже работать, там, над какими-то показателями, именно физическими, чтобы, как бы, сила, там, улучшалась, там, вот. Вот, как бы, и считаю, что с девушками тоже можно работать, но, как бы, по той же схеме, но, как бы, уже тоже техника. И, конечно, там все равно, как сказать, у ребят... Ну, и, в принципе, у девчонок очень разли... Все по-разному развиваются. И, например, там, в 16 лет может парень быть достаточно физически подготовленный, чтобы работать с тяжелыми веса один, а кто-то в том же возрасте 16 лет еще даже, там, не готов взяться, там, за штангу, и ему даже сделать джим с одной штангой будет тяжело, вот, как бы. И, ну, в принципе, и у девчонок так же. Это все зависит от развития и, как сказать... Ну, гормоны, это все очень, знаешь, такие сложные процессы, это и очень индивидуально, да. Но, что я считаю, это работа со своим весом, дальнейшее обучение техники, и только потом уже, ну, повышать веса. И очень важно, что у нас почему-то всегда делают акцент на верхней плечевой полосы. Это пояс, это жим, мы делаем подтягивания, лазим не по канатам и почему-то всегда забывают про ноги. Хотя, как бы, все равно у нас весь организм работает, когда ты делаешь бросок, ты, там, если у тебя слабые ноги, очень сложно делать некоторые броски. Да и устоять сложно, да. И, ну, как бы, и устоять сложно. Я считаю, что, как бы, надо очень гармонично давать физическую, вот, даже когда со своим весом нагрузку, чтобы были задействованы именно ноги, там, руки. Пресс очень важен, потому что он, как бы, держит вот этот каркас мышцы кора. Да, почему-то, и вот еще тоже такое заблуждение, что всегда надо качать спину. Это значит, гиперэкстензию только делать и забывать про пресс. Но важно, чтобы вот эти две составляющие развивались вместе. И даже я могу сказать, что мышцы пресса где-то в каком-то моменте даже важнее роли играют, чем мышцы спины. Вот, потому что это стабилизация, это, там, правильное положение корпуса. И даже стойку сохранять. Очень важно, чтобы у тебя был сильный пресс. Я думаю, вот, как бы, вот, чтобы были ножки развиты, мышцы кора и, как бы, мышцы уже верхнего плечевого пояса. И в дальнейшем, как бы, уже это будет очень хорошая основа для того, чтобы работать железом. И я считаю, если в зале будет, например, тренер, там, по физической подготовке, это тоже очень будет круто. Который знает правильную технику, который может объяснить правильно, чтобы человек понял, чтобы спортсмен понял, как это делать, чтобы он следил за этим. И чтобы я... Есть такие ситуации, когда отправляют детей в спортзал, и за ними никто не смотрит. Вот это очень большая проблема. И даже я вот разговариваю с девочками, да, он нас отправляет в спортзал, и как бы нет никакого спорта за просмотр, да, ну, вот, идите, поделайте что-нибудь, да. Я считаю, что это неправильно. И очень важно в этом возрасте следить за техникой, чтобы в дальнейшем не было у нас проблем и травм в таком раннем возрасте. А вот было такое, что к тебе приходит девочка, и она там делает, например, становится, думаю, ты думаешь, ё-моё, лучше бы ты ничего вообще не делал. Нет, я... Ну, что техника настолько ужасная, и ты понимаешь, что ребёнок делает так, что это только вред. Смотри, как я вообще строю свой тренировочный процесс? Как начинается мой день, да? Нет, это мой день, как бы. Если, например, у нас, у меня стоит задача, там, он будет у нас ОФП, с девчонками, которые постарше, как бы я буду учить их техники, вся работа начнётся только тогда, когда им я им всё объясню. Я им никогда не говорю, давайте покажите, как вы делаете. Лучше они смотрят. Ну, не то чтобы лучше на это смотреть, я сначала им показываю, как визуально должно выглядеть движение, объясняю какие-то тонкости, всё показываю, и только потом мы начинаем работу. Вот. И нормально всё получается? Всё нормально, я всё контролирую, и чтобы у них была правильная техника, чтобы правильно ножки стояли, чтобы спинка была в правильном положении, чтобы шея в правильном положении была, я за этим за всем слежу. И чтобы они ещё и дышали правильно, понимаешь? Важно, да, это? Очень важно, потому что, ну, тут, знаешь, на приседания том же ты, как бы сказать, задерживаешь дыхание, и как бы, оп, такой корсет создал, когда уже встаёшь, выдыхаешь. Ну, тут такие тонкости, вот даже дыхание очень важно. Блин, а было штангу привести, да, на некоторых упражнений, я думаю? Нет, 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 вот, как бы, да, это очень интересно. Я считаю, что если, например, у тренера нет возможности инструктора в зале, чтобы у него был в зале инструктор, именно по физической подголовке, он должен сам пройти эту подготовку, чтобы знать, как должно выглядеть правильно движение. Ну, на самом деле, это правильно. Ну, ты считаешь, что кроссфит, в целом, вот сейчас подытожим, нужно бы пройти обучение, и это важно, вот, кроссфит засунуть в зюдо, ну, интегрировать этот вид спорта, он нам поможет, там, взрывная сила, да, какие-то базовые элементы. Да. Лучше. Именно для, как сказать, для спортсменов уже высшего мастерства, для тех, кто во взрослой сборной, в юниорской сборной, очень много движений, которые используются в кроссфите. Тот же взятие на грудь, это очень сложное движение. Если человек не знает, как правильно его делать, он не сможет ему обучить. И приседания, и становая тяга, все эти движения тренер должен знать. Именно кроссфит, там, знаешь, интересная работа, именно выносливость, скоростно-силовая подготовка, все, в принципе, очень хорошие движения из гимнастики взятые, которые полезны для дзюдоиста. И, как сказать, именно использовать в подготовке, если правильный подход будет, будет, да, я считаю, что кроссфит – это очень полезный вид спорта для дзюдо, и его надо использовать. Так как там есть не только работа со штангой, есть и различные упражнения с свободными весами, с гирями, с гантелями, с набивными мечами, и с кольцами, и с канатом, и с перекладиной, как бы там очень можно использовать это все для того, чтобы варьировать нагрузку, и чтобы именно спортсменам, например, было интересно это занятие. И даже там и детям, и взрослым можно ее, как бы, нагрузку в разнообразном виде преподносить, чтобы эта работа не была такая, знаешь, монотонная и неинтересная. Так же и, как бы, в принципе, в дзюдо, если неинтересная работа, какая-то, как сказать, преподносится скучно, тем же детям неинтересно тренироваться. Они могут тебе на следующую тренировку не прийти. И здесь вот кроссфит даже можно включать и в детские тренировки, так как там есть работа работа не только, потому что не только с грифом и там очень такой стереотип, что кроссфит это столько штанга, это со штангой какая-то супер там нагрузка, это вот очень ошибочное мнение. Там есть очень такое развивающее направление именно кроссфит для детей, где отсутствует штанга, в принципе, в каких-то моментах там они там тренируются, какие-то движения тяжелоатлетические, там с палочкой изучают, с мячами также они это все делают с какими-то, знаешь, по полтора килограмма такие набивные мячики, какую-то работу они делают очень интересную. Какие-то прыжки, подтягивания, различные эстафеты, те же как бы вот. Ну, такое вот тоже направление кроссфита. И ты можешь, если придешь в зал кроссфита, кроссфита ты можешь увидеть даже вот маленьких малышей, начиная от малышей, там, начиная уже, заканчивая взрослыми, кому уже за 60 даже. Такая небольшая реклама кроссфита пошла, мне кажется, уже. Ты сказал, не планируешь, что ты, случайно, в конце не будешь записывать, здесь ко мне на занятия? Нет, 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 нет. Нет, просто мне это интересно, я считаю, что необходимо, в принципе, и было бы правильно включить эту работу в тренировке именно дзюдо и для детей, и для, как бы, юношеского возраста, и для взрослых, и в зависимости, какие цели у тренера. Вот. Тогда топ-3 упражнения сейчас закончим с темой кроссфита. Это вообще не именно из кроссфита, а вот по силовой подготовке. Вот если мы говорим, что нужно развить силу, топ-3 для дзюдоистов. Упражнение. Можно топ-5, можно топ-1. А ты знаешь... Которые прям максимально эффективны. Вообще, вообще, это все просто, и никогда не менялось. Главное упражнение, которое развивает силу, это становое приседание и жим лежа. Вот три. Да, ну, именно, силу. Силу? Да. Встановое, приседание, жим лежа, все, как бы. Тут даже, знаешь, как сказать, все сложное просто. Это мы пытаемся усложнить максимально, да, но на самом деле это просто. И также в дзюдо, как бы, в принципе, какие-то моменты пытаются усложнить, хотя они достаточно простые, и всегда будет так, кто первый отключит, например, руку, тот и выиграет, как бы создат, как создаст какой-то уже задел для себя на схватке. А вы на сборах вообще чему больше уделяете внимания, вы стараетесь, что сделать? Вот вы собрали лучших, спортсменов. Что надо? Насытить их захватами, новой техникой, новыми комбинацией. И бывает ли такое самое, мне вот интересно, что вы говорите, ну, слушай, ну, вот это вот не надо тебе делать. Перестроить маленько технику какую-то. Я почему это спрашиваю? Я от разных уже таких опытных тренеров слышал выражения такие, что, да, там сборная, они там технику меняют, там, это не надо, лучше лишний раз не ехать, а нас и не пускают туда, а мы вот лучше знаем. И вот что ты про это все думаешь? Знаешь, все равно, как бы, мы, когда приходят спортсмены, мы смотрим, и мы видим, чего не хватает. И именно там общие, какие-то моменты. Потому что подойти к каждому спортсмену, там, 32 человека, и что-то поменять в его технике невозможно. И в принципе, за 15 дней невозможно поменять технику. которая была заложена там в течение 10 лет. И никогда у нас на сборах не ставится такая задача изменить технику спортсмена. Мы только можем помочь добавить, например, какую-то работу на захватах, подсказать, возможно, какие-то комбинации к этой технике, работу ногами, или, например, исправить какую-то тонкость, например, положение руки, там где-то надо потянуть лучше, где-то подсесть. Ну, как бы, вот. И больше никаких преобразований, как бы, таких грандиозных в технике спортсмена не происходит на сборах. Потому что именно в нашем возрасте это невозможно, так как спортсмены в год, ну, максимум, находятся, как бы, даже за год, можно сказать, где-то дней 30-40. Это там, получается, где-то 3 сбора по 12 дней, по 14 дней. И если, например, даже за год взять, там, все остальные дни, 300, там, 35 дней спортсмен находится дома со своим личным тренером, где они уже выстраивают какую-то работу последовательную и развивают там какие-то свои качества не только в технике, но и там в силе, какую-то психологическую, ну, физическую, психологическую, там, где-нибудь техническую подготовку ведут. И уже, как бы, на сборах мы просто стараемся дать ту информацию, которая считаем нужной для их уже как бы борьбы, как мы видим картинку, например, что им надо добавить по захватам, по передвижению, по скорости, чтобы соответствовать и быть, например, лучше уже спортсменов европейского и мирового уровня. Потому что все равно как бы мы все время в этой среде и мы знаем, как борются европейцы, азиаты, и мы знаем, что не хватает там даже вот посмотри, там тренировка пройдет, борьба, например, мы видим уже чего не хватает и на чем надо поработать в техническом плане. Вот этого времени вообще в целом-то хватает, чтобы что-то донести или это очень-очень-очень мало? Да, это мало, но есть очень, как сказать, мотивированные ребята, которые даже вот за это короткое время они воспринимают эту информацию и да, вносят какие-то изменения в свою уже работу и уже, например, что-то они услышали на сборах, увидели, поработали, они это переносят например, на работу у себя дома, ту же работу на захватах, что-то им понравилось, они переносят свою работу постоянную и меняют, слушают, как бы, все равно ты им подсказываешь, кто-то, если хочет что-то услышать, он услышит, а кому-то ты можешь подойти например, 10 раз и он не услышит тебя. Ты уже видишь таких ребят, которые не услышат издалека? Как сказать, я вижу, как реагирует все равно человек, но я подойду и 20 раз. То есть ты нормально как бы относишься, и я объясню, как бы, мне, для меня несложно и в принципе я на этих сборах нахожусь для того, чтобы помочь им что-то узнать новое для того, чтобы в дальнейшем уже, когда они будут и венюрской, и во взрослой команде, им было легче развиваться. А бывает такое, что когда-то пишите в соцсетях, там, вот, подскажите, вот, я забыла, там, ВК, например, кто не писал, напишите. Ну, какие-то упражнения может быть посоветуйте, вот, сейчас у нас там сбор или вот, у меня что-то посмотрите, я вам видео сейчас скину бросочек так не так я делаю. иногда бывает. Бывает, то есть, есть такие хорошие отношения, где... Да, мы очень хорошо общаемся, но, как бы, я, у меня такое разделение, если мы на тренировке, то у нас вот тренировочный процесс, мы занимаемся, как бы, какие-то, какой-то уже внетренировочные... общаемся, шутим, как бы, и максимально комфортные, как бы, условия для ребят, чтобы они, как бы, им нравилось на сборах. Я считаю, что должен быть такой контакт, чтобы ребята могли там открыться в каких-то моментах. Мы общаемся очень свободно, но если мы на тренировках, на тренировках, то мы тренируемся. И никаких, да, никакого расслабона. Делать то, что говорить. тренировок. Мы поговорили сейчас чуть про домашнюю работу, там прозвучала психологическая подготовка. Вот это, наверное, одна из основных проблем в целом на протяжении всей спортивной карьеры любого спортсмена это психологический настрой. Вот я сколько работаю тренером, мне иногда кажется, да я уже, наверное, почти уверен в этом, что кому-то от природы просто вот такой забор у него стоит, и он хоть куда придет, в коллектив любой, на соревнования, на любой, он не переживает, не горит, кому-то дана слабая, да, нервная система немножко, он по поводу всяких мелочей переживает, стрессует, ему тяжело выходить на татами. Как с этим бороться, что с этим можно сделать, как ты с этим раньше справлялась, если в сборной России психолог, который помогает. ну то есть момент психологической подготовки, его как-то все время в сторону куда-то уводят, давайте технику ставить, давайте качаться, давайте бегать, выносливость развивать, а то, что выходите, надо собраться и побиться бы, иногда видно физически, там, одаренного спортсмена, да, он меньше хочет, а другой слабый, он больше хочет, он выигрывает. Вот что делать-то с этим людям? Ну, психологическая подготовка, да, это один из важных аспектов, так как, как бы, если у тебя есть техника, есть, или у тебя есть, ты физически силен, но, как бы, вот психологический, ты слаб, все эти твои хорошие качества сразу же, как бы сказать, нивелируются. Ага. Что делать? Что делать? Ну, это не для вас, ребята. Или можно с этим бороться? Нет, можно с этим бороться, надо сказать, все равно, общаться со спортсменом, надо понять, именно, в чем его проблема, что ему мешает, например, выходить и делать броски, так же, как на тренировке, на соревнованиях, брать захват. Возможно, это страх проигрыша, возможно, как бы, какие-то блоки у него есть, в принципе, он не агрессивный человек, там, или не злой, как бы, и он неприемлемый, но, кстати, вот, насчет агрессивный, я вот могу сказать, что очень редко, вот, на такие именно виды спорта, как бы, дзюдо, там, карате, что такие прям неуверенные, есть, конечно, неуверенные ребята, но они, именно, кто любит боевые искусства, они все равно, у них есть такой, боевой дух, как бы, нет совсем, и тем более, знаешь, когда уже спортсмена именно в команду приходит, то он достаточно уже большой этап прошел, в принципе, чтобы попасть туда, это какие-то окружные соревнования, первенство России, то есть уже такие психологически устойчивые спортсмены приходят? Достаточно устойчивые, да, но, как бы, все равно европейские, там, и мировые соревнования, для них это очень ответственный старт, и многие, как бы, очень сильно переживают, и для этого все равно мы проходим международный отбор сначала, и мы всегда, я всегда, как бы, тренерский коллектив, мы анализируем, и сами спортсмены анализируют свое, как бы, и выступление, как бы, какое-то на татаме технические они анализируют, и психологическое свое состояние, мы с ними общаемся, с каждым индивидуально, чего, например, ему не хватило, чтобы, как бы, достигнуть каких-то уже, ну, этой цели, например, там, сделать бросок, там, почему там, или какие-то на захватах были проблемы, почему проигрывал, там, проигрывал, вот, мы общаемся, и они это все рассказывают, у всех по-разному, у кого-то страх, вот, у многих именно страх, как бы, преодолеть себя, у кого-то ответственность перед тренерами, перед родителями, у кого-то страх проигрыша, хотя, знаешь, я всегда говорю, почему вы боитесь чего-то, когда еще этого не произошло, понимаешь, или даже там нет какой-то угрозы жизни, вот, на татаме, ну, как бы, вот это предварительное переживание чего-то, боязнь этого, и спортсмен начинает гореть, и уже к самому старту, такое, знаешь, эмоциональное выгорание у некоторых происходит, и они, им не хватает вот этого куража, чтобы выйти и вот выплеснуть это все на татаме. Я тебе могу сказать, что со сборной у нас психолог не работает, никогда такой практики не было у нас. А хотелось бы? Или не надо это, ты считаешь? Знаешь, спортивная психология, это очень, как бы, такая особенная тема, она отличается от вот, считаю, что обычно, от обычной психологии, вот это наших жизненных каких-то этих, и тут должен быть очень, как бы сказать, профессиональный человек, который в этой среде уже давно работал, работает, и понимает именно спортсменов, как бы, таких специалистов очень мало, и я вот лично, у меня на опыте, на моем, как бы, вот, спортивном опыте не было, я не встречала такого человека, чтобы вот, именно он понимал, именно психологию спортсменов, хотя в практике, во взрослой команде у нас были попытки, еще когда я тренировалась, что привлекали, как бы, психологов, но мое общение с ними, как я считаю, что, ну, в принципе, ни к чему не привело, не могу сказать, что, как бы, не было результата, но что-то, какие-то я для себя выводы сделала, но именно в спорте, как бы, для меня эта работа ни во что не вылилась. Все, что какие-то психологические моменты, подготовки были для меня, как бы, именно, как для спортсмена, все это было, какое-то мое собственное изучение этой темы, там, чтение книг на эту тему, какие-то, знаешь, аутотренинги, и все это было проделано самостоятельно, и ту информацию, которую я сейчас спортсменам даю, это вот тоже все было изучено мной самостоятельно, как я вижу это, как я, как бы, считаю это правильным. В принципе, можно сказать, что это работает. Тот, кто слушает, понимает эту информацию, у них, получается, справляться с собой. Вот. То есть, но какой-то, какой-то, знаешь, алгоритм для всех один, я вот тебе вот так сказать, что вот надо сделать так, надо сделать так, вот так, я тебе не могу сказать так, например, как в работе с ОФП, сказать, вот так здесь сегодня можно сделать так, потом так, именно психологической какой-то подготовке, сказать, что вот одно, ну, как бы, работает для всех, я не могу сказать тебе. Для каждого? Со всеми, для каждого вообще разное. Потому что все, у всех какие-то разные, знаешь, такие заморочки, какие-то свое видение вот этой как бы сказать проблемы. То есть все боятся разного и со всеми надо по-разному? Ну, не то, что боятся. У всех какой-то свой психологический ей стопор, наверное. А есть те, кто вообще спортсмены, все окей у них, ты смотришь и думаешь, что, блин, что за человек, он ничего не боится, все хорошо у него в этом плане и физически. Есть, но это, сказать, больше исключения, чем правило. Есть очень мотивированные, которые в этом возрасте, уже в 15 лет, 16 осознанно подходят к тренировкам, знают, что им надо, изучают всех своих соперников самостоятельно, психологически как бы очень сильно мотивированы, начиная от тренировки, заканчивая соревнованиями, как бы, и изучают уже этот вопрос сами, как бы, возможно, и тренеры им помогают, психология, но некоторые вот сейчас уже в этом возрасте очень, как бы, мотивированы и знают, что им надо, и для них не существует ничего, кроме вот победы и результата. Ты вот так вот с 2 можешь увидеть девочку, которая, вот ты на нее смотришь, ну и про себя думаешь, вот она будет и на Европе, и на мире, и на Олимпиаде. Вот было ли такое, что ты так думала, и если сейчас у тебя такое, вот у нее есть все, чтобы там быть, или ты так не думаешь? Ну вот просто стать перестроимой, сказать, ну и его-то сразу по нему, нет, на тренировочном процессе, да, можно, можно. Мадина Таймазова будет призерка Олимпиады. Так вот, на тренировке не глядя. и на тренировке, да, и на первенстве Европы, и на первенстве мира я уже тогда знала, что у нее будет очень хороший результат, да, потому что да, она отличалась, и в этом возрасте у нее уже была стойка, хороший выбор захвата, атакующая манера борьбы, хорошая физическая подготовка, как бы, и да, я была уверена, что у нее будет, как бы, результат возрослой команды. Сколько таких девочек, вот по статистике, да, ну предположим, вот ты можешь увидеть, вот прошла Россия, пришли к тебе девочки, там, 30 человек, там, одна, две, ни одной, вот чтоб ты так подумала. 5, 10. Да, непонятно все хорошие. У всех есть потенциал, это все понятно. Как бы, для меня, как бы, все вот девчонки, они все классные. Понятно. Да, и на тренировках, я бы сказала, что очень мало тех, кто не работает и не выкладывается. Но они есть. Но они есть, как бы, просто они чуть-чуть, может, как бы, чуть-чуть там где-нибудь халяви. Вот. Но это все видишь. Конечно, я же была спортсменом, и, возможно, знаю, что это такое, немножко. И я сразу вижу этих девчонок, которые где-то там чуть-чуть болтают, там, где-то чуть-чуть что-то не доделывают. А в основном, как бы, все выкладываются, все мотивированы. Но кто-то мотивирован чуть больше, кто-то уже сейчас видит себя профессиональным спортсменом, а кто-то еще немножко, знаешь, бывает, ну, как бы, не так мотивирован, или к нему вот это понимание, что он хочет остаться в спорте, что он хочет достигнуть какого-то результата, приходит чуть позже. Есть девчонки, которые, например, в моей команде они были, но у них не было результата в моей команде. И даже, как бы, они не ездили ни на первенство Европы, ни на первенство мира. Но, как бы, дальше в юниорской команде и во взрослой команде они показывают сейчас уже хороший результат. Вот. Как бы, не все раскрываются в этом возрасте. Но наша именно задача сейчас вот в этой команде, чтобы они сохранились, чтобы они как бы получили по максимуму информацию на наших сборах и как бы сохранились как спортсмены уже дальше перешли в юниорскую и возрослую команду. Как ты думаешь, во сколько лет может раскрыться девушка, если она не будет сдаваться, если она будет бороться? Вот мы, Женя, был про Копчук, до тебя мы разговаривали, что он там уже наливал кофе, да, был около-около-около сборной, потом бах, попал, все у него вроде как неплохо стало получаться, заметили его, он стал в сборной довольно в позднем возрасте, что в 25, по-моему, что ли мы говорили, об этом он попал, или в 24 года, да, вот как ты считаешь, исходя из своего спортивного опыта, тренерского опыта, девочка может раскрыться там в 25, в 30 лет она может раскрыться, или уже, или, когда надо перестать питать надежды, раскрыться, наверное, никогда не надо переставать питать, питать, вот, потому что это неправильно, вот, но просто, да, когда там уже чуть постарше, ты понимаешь уже и анализируешь ситуацию, если ты трезво там на какие-то моменты смотришь, ты понимаешь, что, например, сейчас, наверное, все-таки надо прекратить и пойти по другому пути, но именно как перспективный спортсмен, я думаю, что можно там поставить возраст до 20 лет, да, можно, если при правильной работе, именно если профессиональный тренер рядом и действительно там ведется хорошая работа, да, можно дать до 20 лет, это спокойно человек может раскрыться. Если при этом как бы это постоянные тренировки, правильная работа, то да, а если ждать какого-то чуда, то нет, только это только труд. Что делать, если так получилось, ты понимаешь, вот, ну, на твоем примере, можно сказать, когда ты была спортсменом, ты работаешь, трудишься, но тебе мало информации на тренировках, там, тебе 17 лет, ты понимаешь уже больше, чем тренер, в этом возрасте, ты готова пахать, но с тобой не готовы работать. Ну, готовы, да, в плане полтора часа, до свидания, увидимся завтра, а чтобы, наверное, результат был какой-то, надо чуть больше, чем полтора часа работать усерднее, выделять максимум работы, внимание, какой-то индивидуальный план должен быть, если мы говорим о спорте, высшие достижения и пути туда, вот, что делать? бежать? Если нет, ну, как сказать, если спортсмен это понимает, ищет, как бы, и он полностью осознает, что да, на данный момент мой личный тренер не может мне дать ту информацию и ту техническую базу, в котором я сейчас нуждаюсь. спокойно, как бы, вы должны, спортсмен, сесть, как бы, с тренером, все это обговорить, я думаю, если тренер это все поймет, спокойно происходит просто переход к другому тренеру. Если тренер это не поймет? А если этот тренер не поймет, как бы, ну, то неспокойно переходим. Как сказать, мы же не в рабстве находимся, сейчас, как бы, мы свободные люди можем идти к другому тренеру. А вот раньше? А вот в 2002-м. Да, ну, как бы, это, это очень, вот, если, это очень неправильно, если тренер, он знает, что его техническая база уже не соответствует, как бы сказать, технической подготовке его личного спортсмена, это неправильно, когда тренер удерживает спортсмена. Ситуационную. Потому что это, во-первых, он, как бы, там год, два, три, и, например, уже спортсмен теряет какое-то, получается, свое время и упускает, возможно, какие-то свои шансы. И это очень бы, в дальнейшем может разрушить его спортивную карьеру. если тренер не понимает этого, то, как бы сказать, что делать? Ну, значит, этот человек недостаточно квалифицированный, и это, конечно же, плохо. Такие ситуации не должны происходить. Тренер должен понимать, что, например, он довел до какого-то уровня спортсмена, и, пора уже передавать его другому тренеру, который уже поведет его к другим спортивным результатам, выше. Но поговорить надо. Я просто почему этот вопрос задаю, общаясь с разными спортсменами, тренерами, я часто слышу, что занимались, тренировались, кто-то кого-то переманил, кто-то кому-то что-то шепнул. Человек тренировал спортсмена 10 лет, условно, 7 лет, душ в него вложил, они были как друзья, а потом спортсмен спиной развернулся, тихонечко перешел, дальше себе живет спокойно. Ты как вообще на это смотришь? Каким словом можно назвать? Я, наверное, я сама сталкивалась с этим. В принципе, я переходила от своего тренера, но мы сели за стол переговоров и договорились, что мы все-таки переходим к другому тренеру, и без всяких конфликтных ситуаций мы перешли, и он всегда писался у нас как первый тренер, никто про него не забывал, и я считаю правильным спортсмен, как бы есть спортсмены, которые тоже как бы есть тренеры, которые не отпускают, а есть спортсмены, которые не разговаривают с тренерами личными, просто уходят. Есть, вот, вот. И это тоже плохо, так нельзя делать, тем более, если спортсмен уже как бы в осознанном возрасте, там 17-18 лет, надо общаться с тренером, разговаривать и объяснять, доносить, например, до него, что, например, сейчас мне надо перейти, например, или даже поменять регион, потому что, потому что, потому что. Будь то, как бы, вопрос технический, будь то, нам о зарплате, будь то, вопрос о оплате поезда, как бы, это надо все обговаривать и только после этого переходить к другому тренеру, потому что все равно дзюдо, это один большой мир, в котором мы все общаемся и всегда будем пересекаться, видеться, как бы, какие-то негативные отношения, они не нужны. И лучше здороваться своим тренером, чем какой-то дальнейшем, в которой у тебя был первый, второй тренер, чем отворачиваться и уходить в какую-то конфликтную ситуацию создавать. Вот. Надо общаться и объяснять все, и потом спокойно переходить. Я думаю, что это самое правильное решение, и все, я думаю, думают именно так же. Но будем надеяться, будем надеяться. Хочу поговорить о любви. Девушка, да, женщина, одной из... Сейчас скажу тогда, грубо, мне сейчас напишут там в комментариях, что предназначение смысла в жизни это семья, дети, домашний уют, очаг. Что делать и как быть, если хочется реализоваться в плане дзюдо и не упустить возможно в какой-то момент своего там молодого человека, будущего мужа, свою любовь. Как вот отличить это? Вот она любовь в 16 может прийти, а ты там призерка страны. Как выбирать, что делать? Ты знаешь, если, например, парень там любит девушку, это действительно любовь и это понимание, не возникнет вопроса между ними, что кому-то надо что-то бросить, чтобы быть вместе, понимаешь? Я понимаю. Вот. И вообще как бы люди тренируются, создают семью и как бы и достигают как бы высоких результатов в спорте, просто как бы поддерживают друг другу и нет никаких проблем. Вот это нормальные гармоничные отношения, где один партнер не препятствует, например, достижении мечты другого. Как бы если у тебя вот в спорте есть там ну у девушки есть цель, мечта достигнуть там какого-то результата в спорте, не только в дзюдо, там есть и много других видах спорта, где девушки выходят замуж, рожают детей и при этом продолжают свою спортивную карьеру, там выигрывают олимпийские игры. Это нормально, это можно совмещать, просто люди друг друга должны понимать, вот общаться опять же и поддерживать друг друга. Это не означает, что кто-то как бы отдает себя полностью например отношениям и исключает при этом какие-то свои цели и мечты реализоваться в спорте, да не только в спорте, там в работе или в чем-то. А если вот так, у девушки есть такая мечта, мужчины мечтают, чтобы она была рядом и постоянно там занималась домом, была в хозяйстве и вот у них есть две мечты и они немножко разные. Как быть тут? Как быть тут? Ну тогда надо искать компромиссы. Другую любовь. Или искать компромиссы или другую любовь, наверное, все-таки так. Если человек ну и если девушка принимает вот то, что и молодой человек предложил и будет готова к тому, что, например, потом всю жизнь будет думать о том, что, например, как же я вот могла упустить свою мечту, вот тогда она идет с мужчиной по его пути. Если нет, то нет. Вот это такие отношения. Я считаю, что это вот наверное все-таки неправильно? Как ты думаешь? Когда один пытается чем-то ущемить другого? может быть она еще не понимает, что дома то лучше с мужем. Нет, на самом деле такое надо понять наверное что ты больше хочешь или сейчас для тебя важнее этот молодой человек или для тебя сейчас важнее спортивная карьера. Понятно что в мире да даже в нашем городе очень много людей с кем ты можешь прожить классную жизнь и это не обязательно один человек их десятки их сотни и возможно просто когда она выберет спорт она я сейчас так говорю потом кто-то из-за меня упустив одну мечту да точнее пойдет за одной мечтой упустит другую вот тут как бы все равно такой выбор встает и важнее то что вот как оно или в определенном возрасте определенные цели должны быть знаешь мы не должны как бы ставить что что-то важнее вот важнее вот мечта или важнее создание семьи рождение детей просто я не знаю наверное какой-то стереотип у нас в стране что если девушка вышла замуж то она обязательно должна сидеть дома как всегда там рожать детей есть заниматься на кухне готовкой что она должна делать нет в принципе она может это совмещать и быть дома и заниматься спортом как бы сейчас немножко другие технологии не надо руками стирать вещи дома там готовить можно в холодильник все положить готовенько и оно еще будет долго целое вот какие-то домашние такие дела немного времени у нас занимают и в принципе можно совместить это с занятием спортом и даже профессиональным вот ну видишь вот такой ты бы не сказал почему вот мужчина не может поделать свою девушку и например быть рядом на пути достижения ее мечты но на самом деле может у меня здесь кстати ребенок тренируется в этом зале и мама у этого ребенка занимается фитнес-бикини и вот супруг ее полностью поддерживает она выступает ездит чемпионка России и вот это кстати тот пример где мужчина берет часть каких-то обязанностей на себя и помогает вот именно своей супруге завоевывать различные титулы нет я думаю что может и та и та модель видишь это гармоничное когда люди друг друга поддерживают в каких-то моментах и я считаю что это правильно а когда например кто-то считает что только есть такие приоритеты и вот а вот другие чтобы девушка занималась спортом и тем более дзюдо это неправильно и надо вот только быть на этой стороне а здесь это плохо это тоже как бы тоже стереотип в рамки загонять никого не надо да можно сосуществовать и здесь и здесь и вместе нельзя разделять и считать что можно только так например быть дома с детьми и больше ничем не заниматься это я считаю что это неправильно на твоей памяти были те девушки которые делали выбор в пользу любви семьи я не имею ввиду что вот спорт вот семья то есть у них была возможность сейчас продолжить они бросали все уходили а потом жалели насчет жалели не знаю но на моей памяти есть даже из моей команды девушка после медали на первенстве мира буквально там через год через два все уже да она у нее семья родила ребенка а могла она в спорте могла реализоваться в принципе все данные были ну как бы ее выборы и я считаю что если она его принимает этот выбор и значит это правильный для нее выбор вот если она счастлива при определенном выборе значит так здорово насчет того что жалеет она или нет я не знаю возможно она мне потом как-нибудь расскажет про это она обязательно посмотрит и ответит в комментариях написать мне хочется с тобой поговорить вот именно взаимоотношениях внутри коллектива насколько это важно иметь свою команду профессиональную и я хочу задать еще такой вопрос дочитал я недавно книгу главного тренера Манчестера Юнайтеда сэра Алекса Фергюсона он уже сейчас не главный тренер и вот там очень важна команда по его словам и взаимоотношения в коллективе ты говорила что сейчас теплые взаимоотношения в коллективе и как они создаются есть ли люди которые постоянно хотят конфликтовать потому что я вот у меня локальный да клуб я работаю в городской школе и вижу тех людей которые разрушают коллектив ну блин потому что мы берем я не буду говорить всех детей но мы как бы не глядя берем грубо говоря вот а потом такое узнается как сохранить этот коллектив и насколько эта атмосфера внутри важна вообще в целом для достижения результата смотри как бы все равно вот эта среда тренерская которая на местах она немножко другая да сто процентов она очень другая как бы разные люди разные люди и все равно здесь есть конкуренция у тренеров на местах нет мы все одно я это знаю я просто тебе говорю что различия именно вот в этой среде что в тренерской среде которая на местах у них конкуренция между собой мы тренеры которые сборной у нас одна общая цель у вас нет конкуренции у нас нет конкуренции круто у нас одна общая цель у нас как бы у нас нет личных спортсменов в команде у нас есть одна большая команда и одна общая цель и мы работаем для нее как бы мы не конкурируем между собой мы как бы общаемся разговариваем что надо для команды и мы выполняем эту работу вместе обговаривая каждый вопрос каждый нюанс там если что-то с каким-то спортсменом случилось мы это обсуждаем с ну вместе чтобы не было никаких там упущений или недоговоренностей или например чтобы один тренер знает какую-то информацию а остальные не знают такого нет мы работаем вместе в коллективе сообща и как бы ради одной цели вот как бы и никаких конфликтов у нас не происходит потому что есть общение есть понимание и все максимально позитивно потому что эта атмосфера которую мы создаем она передается спортсменам это круто вот то есть получается залог здорового коллектива спортсменов это здоровый тренерский коллектив который работает над этим всем на местах это возможно создать на местах это возможно создать если будет какая-то одна единая система наверное подготовки все-таки и ну это сложно так как заработная плата у тренеров идет от результата спортсменов и от нас ну как бы от уровня спортсменов и в группах тренеров вот опять же тут вопросы переманивая спортсмен переманивание спортсменов вот все же упирается вот в одно же упирается мы не будем про это разговаривать ну да возможно но это должна быть очень я думаю что колоссальная работа проведена чтобы опять же какие-то собрания общения но как бы это сложно и в принципе не знаю такое происходит чтобы тренеры из города тюмени например собирались и общались о каких-то общих целях например для развития тюменского дзюдо как бы я не знаю возможно это происходит ну не происходит периодически возможно стоит это чаще делать я думаю что это вообще проблема в целом ну не только в тюмени да она общая такая это надо чаще общаться чаще собираться чтобы у всех было понимание потому что мне кажется когда вот нету информации которая всем дается одинаково каждый начинает придумывать свою информацию всех своя информация плюс своя методика работы это очень кстати видно на соревнованиях все спортсмены абсолютно разные например технический ну по технической подготовке там вот с каких-то регионов более подготовленные с каких-то регионов менее подготовленные и нету какой-то общей даже работы технической ты не увидишь все разные например сборная России все разные сборная Японии все одинаковые да там или сборной Франции тоже какая-то своя картинка там у японцев тоже своя картинка именно борьбы которую ты скажешь да вот даже если он будет выглядеть как европеец но ты сразу поймешь что это как бы японская борьба а у нас даже вот общей по России нету какой-то вот системы даже технической подготовки что можно было бы сказать да вот это чисто российский борец или девушка из России а ты думаешь это плюс или минус скорее ну чего прикольно же представляешь выходит там против нас мы знаем да вот как японцы классическая борьба да скорее всего это будет а тут россиянин ты не угадаешь что он сейчас сделает как сказать проблема в том что база не хватает дальнейшем да да что у нас вот именно базовая подготовка ее вот ее не хватает она как бы есть но не у всех понимаешь что как бы если все были бы одинаково подготовлены на до каком на каком-то этапе до 15 16 лет как бы и уже от 17-18 лет уже какую-то свою картину борьбы уже у каждого спорта ну своя картина какая-то правильное ну правильное выполнение учекоми какая-то работа на захватах работа в партере все равно это основа которая из которой уже дальше сам спортсмен выберет себе свою технику коронную какой-то переворот в партере какое-то действие партере но это должна быть заложена именно база с детства у нас она немножко разная во всех регионах как бы и нет какой-то общей картинки общей подготовленности именно тренерского коллектива чтобы все были на одном уровне тренеры все равно как бы получается так что тренеры больше дают ту информацию которую им дали тренеры личные в каком ну когда они были спортсменами например и они эту информацию дают своим спортсменам нет какой-то основы которую бы давали например все всем детям одинаковую основу на местах как бы знания потому что в принципе классическое учкоме у нас одно правильное выполняется там там правильное выполнение учкоме для всех как бы подворотов одно классическое из которого уже приходят все другие вот если все бы давали вот эту правильную работу я думаю что у нас как бы возможно был бы другой результат но это личное мое мнение что тренеры должны быть подготовлены именно на местах очень хорошо которые преподают дзюдо детям а что делать если вот человек когда-то занимался дзюдо немножко и захотел стать тренером по дзюдо как тут быть тогда в таком случае ему что надо делать ему не надо в основном ему не надо или ему надо быть до какого-то возраста например как вот эту проблему решить ну вот человек нравится ему дзюдо да ему когда-то не хватило соревнований когда-то не хватило у него были другие мысли в голове а потом он прозрел и осознал сейчас очень хорошая работа проводится федерация дзюдо россии они проводят семинары именно для различных возрастов именно какая работа должна проводиться там и для детского дзюдо и для детей там до 15 лет проводятся семинары и если как бы в принципе они очень популярны туда приезжают люди учатся как бы я считаю что это правильно интересно у нас нету института например дзюдо или школы было бы круто да например ты пришел туда и тебя научили как профессионалы и как бы тренера туда пошел учиться и мы его бы научили как бы но у нас нету института хотя возможно существует я не знаю конечно ну вот айджиев академия у них есть обучение сейчас прохожу реально круто ну прям реально интересно то есть в целом я читал вот какие-то данные например у них там и фсиология есть и куча техник различных ты это читаешь такой вау это разве что я этого не знал никогда и ты читаешь понимаешь что это круто и понимаешь что тебя учит то вот основам основ о которых в целом каких-то книг вот ты что пошел в магазин купил где-то на транзите заказал это все увидел их нет в целом тренеры не имеют эту информацию на местах и не могут учиться но сейчас проводится именно работа в этом направлении федерации для того чтобы на местах были более квалифицированные специалисты ну это круто круто да было бы здорово я бы получился было бы здорово и это правильно потому что как бы люди которые работают с детьми они должны быть очень подготовлены потому что это ответственная работа правильная как бы как сказать правильный показ технического движения того же учкоми потому что ребенок в этом возрасте он видит эту картинку правильную и он и будет ее делать переучивать сложнее потом да потом сложнее например почему у японцев большой процент тех кто делает правильно потому что вокруг них они видят правильную картинку именно даже со взрослыми спортсменами или там даже маленькие там уже 12-15 лет они даже в 5 лет они делают правильный учек потому что я в принципе сама была в японии 6 месяцев жила и как бы всю эту ситуацию увидела даже такие малыши которые из-под стола они видят правильный очаг понимаешь вот потому что у них правильная картинка выполнения этого движения и они как сказать копируют его даже им не надо показывать они видят как это делается правильно и они это просто копируют и уже с возрастом оно все более и более правильное и в дальнейшем как бы правильное выполнение броска и эта техника которая как сказать уже с детства с 5 лет там многократное повторение там даже не знаю тысячи десятки тысяч раз он это движение правильно повторил естественно он будет на автомате выполнять это уже движение дальнейшем на соревнованиях уже это мышечная память которая заложена с детства вот а у нас как бы немножко другая картинка нету вот этой я не могу сказать что нигде нету или в принципе ее нету она есть она развивается как бы над этим ведется работа ну как бы чуть-чуть потихоньку мы не так быстро как бы но мы развиваемся в этом направлении кто-то каких-то регионов быстрее в каких-то регионах не так быстро это происходит но это происходит это уже хорошо вот ну и подытожим все мне хочется чтобы так как ты тренер старший тренер сборной России до 18 лет по девочкам какой-то такой хороший совет именно для девушек которые в этом возрасте да и вообще может быть не в этом возрасте нужен для достижения успеха в нашем прекрасном виде спорта дзюдо ну это трудолюбие в первую очередь как бы и они должны быть как бы заинтересованы и сами развиваться не только стараться получить информацию от тренера но и сами смотреть соревнования видео как бы какой-то визуальный чтобы у них было восприятие дзюдо плюс это упорные тренировки как бы мотивация должна быть очень хорошая плюс психологическая подготовка и самостоятельно именно развитие в этом направлении чтобы они не упускали никакие моменты это работа над собой и физическая подготовка и техническая подготовка и психологическая подготовка плюс как бы все вместе это уже даст эффект им в дальнейшем в команде не только в моей юношеской сборной но и нью-йоркской и во взрослой если они уже сейчас будут ко всему серьезно подходить вот спасибо спасибо флора было очень интересно друзья пишите комментарии ставьте лайки делитесь этим видео это важно для нас для вас чтобы вы развивались много полезной информации будет пишите кого вы хотите увидеть в следующем выпуске всем удачи пока 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 пока